Всем привет! Меня зовут Антон Карпов, я хирург-имплантолог и стоматолог-ортопед в клинике лёгкая стоматология. В этом видео я хочу поговорить с вами про виды зубных протезов. Я расскажу, какие они бывают, чем коронка отличается от вкладки, от винира, а также, что и в каких случаях используется. Это одна из самых объемных тем, поэтому, чтобы было понятней, мы рассмотрим её на конкретных клинических примерах. Поехали! Если есть эстетический дефект зуба, используются виниры. Винир, по своей сути, это пластинка, которая заменяет переднюю поверхность зуба, то есть приклеивается снаружи на зуб. Виниры бывают прямые, непрямые. Об этом мы рассказывали в нашем прошлом видео. Это будет в описании, так что можете перейти по ней и посмотреть подробную информацию. Виниры бывают из керамики, из композита или иногда кто-то делает из диоксида циркония. Идеальный вариант – это керамические виниры IMAX. Это стеклокерамика. Что можно исправить винирами? Можно исправить цвет, форму отчасти, какие-то дефекты, сколы, трещины. В основном это такие эстетические реставрации, за которыми люди приходят для получения более выразительной улыбки. Далее – коронки. Коронки – это уже более серьезная ортопедическая конструкция. Это, по сути, как колпачок на свой зуб. Соответственно, для этого зуб требуется немножко обточить со всех сторон. Коронки изготавливаются в тех случаях, когда зуб разрушен уже более значительно. Когда на зубе стоят множественные пломбы или большая пломба. Например, на зубе кариес с разных сторон. То есть мы с помощью коронки восстанавливаем все поверхности зуба. Неважно, какой это зуб – передний или желательный. Подходит абсолютно для любых зубов. Коронки бывают разные. Металлокерамика, металлокерамические коронки. Коронки из диоксида циркония. И также коронки из стеклокерамики IMAX. По сути, материал тот же, из которого делаются виниры. У всех этих материалов есть свои плюсы, минусы, преимущества и недостатки. Преимущественно в нашей практике мы используем безметалловые коронки. То есть это диоксид циркония, либо стеклокерамика. У них больше срок службы, они точнее, они лучше прилегают к зубу. Ну, так как делаются по цифровому протоколу. То есть точность уже на микронном уровне. Металлокерамика, помимо того, что в конструкции коронки имеет металл, что тоже отчасти негативно сказывается. Также металлокерамика изготавливается в натуральную величину, без использования цифровых технологий. Соответственно, зазор между коронкой и зубом намного больше. Срок службы коронки меньше. Эти коронки мы используем реже. Теперь давайте поговорим про керамические вкладки, накладки. Они бывают inlay, onlay, overlay. То есть, по сути, вкладка – это очень хорошая альтернатива обычной пломбе. Например, мы имеем жевательный зуб с кариесом по жевательной поверхности. Раньше мы просто ставили на него пломбу, в общем-то, и забывали. Под пломбой со временем образуется кариес. Приходится пломбу менять, потому что пломба дает усадку. Она где-то может выкрашиваться, выпадать или еще что-то. По сути, вкладка керамическая – это та же пломба, только изготовленная из керамики. Уже в лаборатории. То есть, подготавливается зуб, вычищается весь кариес. Зуб проходит все этапы обработки. Делается цифровой или силиконовый оттиск. И работа отправляется в лабораторию. В лаборатории техник изготавливает вкладку непосредственно из керамики. И врач уже непосредственно в кабинете вклеивает эту вкладку в полость зуба. Но основные преимущества в том, что керамика – материал стабильный. Она не дает усадку. Она не отваливается, не темнеет, не скалывается. То есть, намного прочнее, чем обычная пломба. Соответственно, срок службы ее намного дольше, чем обычная пломба. Вы платите дороже, но, соответственно, и срок службы больше. Теперь давайте поговорим о тех ситуациях, когда у человека нет одного или нескольких зубов. Для таких дефектов существует имплантация. Генитальные имплантаты способны полностью восстановить утраченный зуб как орган. Поэтому по современным методикам используется этот вид протезирования. В тех случаях, когда у человека имеются противопоказания к имплантации, тогда возможно использование мостовидных конструкций. Ну, или мостов, как их называют. Что такое мост? Мост изготавливается на два соседних зуба вокруг отсутствующего. То есть, два зуба обтачиваются под коронки, изготавливаются в коронки, и к ним добавляется промежуточная часть. То есть, по сути, мы делаем зуб на два соседних. Плюсы такой конструкции относительно быстро, в течение недели, ну и, наверное, относительно невысокая стоимость. Минусы в том, что это мост, наличие промежуточной части, под которую возможно попадание остатков пищи, какой-то дискомфорт. Ну и, в общем, это такая довольно старая методика. Мосты могут быть разной длины, могут замещать разные дефекты от одного до нескольких зубов. Конечно, не рекомендуется сделать мосты больше одной единицы. Почему? Потому что опорные зубы просто будут перегружаться. И, соответственно, долго они под мостами не прослужат. Потом придется снимать мост, удалять зубы и все-таки прибегать к восстановлению зубов с помощью имплантатов. Еще один вид протезирования, который используется при отсутствии всех зубов у пациента. Есть съемный вид протезирования и несъемный. Это совершенно разные варианты протезирования. Соответственно, они разные по комфорту, качеству жизни. Съемные протезы используются в том случае, когда у человека есть противопоказания к имплантации. По сути, это зубной ряд на жестком пластмассовом базисе, который вставляется в рот и условно прилипает к небу или к нижней челюсти. Да, фиксация таких протезов несовершенна. Это, наверное, основной минус этого вида протезирования. Плохая фиксация, дефект речи, особенно в первые периоды после изготовления. Нарушение вкуса восприятия. Ну и просто наличие инородного предмета во рту. Также повышенное слюноотделение. Но что делать, если другие варианты не подходят? Другой вид протезирования – это уже несъемный. Когда изготавливается протез с опорой на имплантаты. Есть концепции изготовления несъемных протезов. Так называемые All-in-4, All-in-6. Все на 4 или все на 6. Тот случай, когда устанавливаются в челюсть 4 или 6 имплантов. Тут уже чем больше, тем лучше. На усмотрение врача совместно с пациентом. То есть, если костная ткань позволяет установить 6 имплантов, тогда лучше, конечно, использовать 6. Если кости мало, то при определенных условиях устанавливаются 4 импланта. И на них изготавливается уже протез, который фиксируется к этим имплантам. Протезы могут изготавливаться из разных материалов. Начиная от акриловой пластмассы, это больше, наверное, используют как временные протезы металлокерамические конструкции или конструкции из диоксида циркония. Они несъемные, их устанавливают непосредственно в кабинете. Их можно снять, но только в условии клиники врачом. Пациент самостоятельно снять этот протез не может, так как он прикручен винтами к имплантам. Человек получает максимальный комфорт, полную идентичность своим зубам. В общем, качество жизни, конечно, увеличивается, улучшается по сравнению со съемными протезами. Я постарался ответить на основные, наверное, вопросы. Понятно, что тема очень обширная и объемная. В столь коротком видео все раскрыть не получится. Поэтому, если вам интересно, оставляйте свои вопросы в комментариях. Мы с удовольствием будем на них отвечать. Всем удачи, берегите свои зубы.